Доброй ночи, друзья! И перед сном еще одна приятная новость. Обычно мы не работаем со взрослыми вот так, как с детьми. Почему? Потому что, наверное, на мой взгляд, у меня было всегда такое убеждение, что взрослого легче похоронить, чем изменить. И вот говорить о том, что мы вообще возьмем онкологического больного, это был нонсенс. Но так случилось, что пришло письмо. Здравствуйте, Наталья, меня зовут Ольга, я из Петербурга. В июне 2018-го мне поставили диагноз рак молочной железы 2-й стадии. Б с метастазами в лимфоузлах. Я много всего делала и продолжаю. Сейчас у меня откат, остановка, не движется, процесс. Нуждаюсь в вашей помощи. И дальше скрины всех медицинских бумаг, фото и так далее. И вы знаете, я хочу рассказать эту историю. Она очень показательна. Дело в том, что так принято считать в обществе, что рак – это плохая болезнь, что это болезнь вины, обиды, что это болезнь разных негативных проявлений человека в жизни. В случае у Ольги мы столкнулись с тем, что Высшее Я и Душа заспорили. Наспор, кто кого отправит на кладбище. И самое интересное, что инициатором этого дела была Душа. Ей хотелось отправить как-то Высшее Я. А Высшее Я хотела жить. И Высшее Я привело Ольгу к нам. Конфликт был в программном обеспечении. На самом деле, когда я говорю, говорит Душа, говорит Высшее Я, говорит Омега, это говорят программы. Программы, которые прописаны в подсознании у человека, они прописаны решениями, они прописаны жесткими конструкциями, жесткими убеждениями и так далее. То есть это система ценностей убеждений человека, это ПО человека. Это система инстинктов, реагирований и так далее. Именно она определяет, куда человек пойдет, чем будет заниматься. И пошло, пошло, пошло. Душа определяет интерес. Как правило, если человеку что-то интересное, и Душа опрется от того, чем он занимается, и ему никто не мешает переться, я имею в виду Эго и Высшее Я, то вот в этой гармонии человек себя слышит, болезни в этой гармонии не наступают, когда человек находится в состояниях благостных любви и радости к окружающему миру, когда он позволяет себе чувствовать этот мир, проживать, радоваться тому, что сотворил Бог. Но когда состояния нарушаются, когда человек не слышит себя, наступают разные болезни. И онкология всего лишь одна из болезней, которая говорит о том, что где-то, где-то есть сбой в программном обеспечении. Когда мы вышли и начали общаться с Душой, вот этот конфликт удалось утрясти. И уже на стадии консультации было понятно, что Ольга пойдет на поправку. Но, честно говоря, когда слышишь там вторая стадия АБ, метастазы, рецидив и так далее, становится жутко. Жутко, что вообще даже страх мог наступить от одной мысли, что ты в лес вообще неизведанная, страшная и так далее. На самом деле, с точки зрения работы с кармой, с точки зрения работы с программным обеспечением, вдруг оказалось, что здесь было все просто. Это несложно было, вообще несложно. Потребовался один сеанс, одна консультация наша, где мы дали человеку проговорить те программы, которые у него стоят неправильно. Если он хочет, он может их оставить, может удалить. Это его выбор. Еще посоветовали, чем заняться, чем бы хотела увлекаться его душа, как изменить свою жизнь и так далее. То есть это вообще, как стать собой настоящей, как стать собой искренней. Феноменально. Это было менее двух недель назад. Менее двух недель. Здравствуйте, Наталья. Вообще, это взрослый человек. После просмотра видео, повторения всего, что нужно было повторить, за две ночи вновь появившаяся опухоль стала уменьшаться. За неделю и вовсе стало еле заметно на ощупь. Грудь перестала болеть. Я нашла великолепную танцевальную студию. Уже посетила пару занятий. Наслаждаюсь тем, что в душе, в голове, ощущениями в теле. Энергия бьет ключом. Сегодня я нашла на вашем сайте информацию об интересующем меня обучении. Я приеду. Фу, мы ждем Ольгу в Минске. И радуемся за ее выздоровление. Я знаю, что Ольге все будет хорошо, если за полторы-две недели тело так хорошо пошло. То я думаю, еще полторы-две недели она забудет про свое заболевание. Без химии, без лекарств, без ничего. Просто выключила. Потому что она услышала себя настоящим. Потому что она услышала, что душа хочет танцевать. Потому что душе пофиг на то, где она будет танцевать. И даже из танцев она сказала, какие танцы она хочет. И понимаете, как когда человек приходит в гармонию с самим собой, болезни отступают. Болезнь – это изобретение ума и эго, господа. Болезнь – это изобретение игры под названием «хочу страдать». А если вы хотите любить и радоваться, ну так любите и радуйтесь. Спасибо. Спасибо.